Я заклеил всевозможные допуски, куда проходят запахи. То есть, вроде стало меньше, но все равно, если вы чувствуете, что запах такой очень резкий и неприятный. Запах бьет в нос, как только открывается дверь в общий коридор двух квартир. В одной из них живет Александр Замаслаев. 7 января он вернулся в Мурманск из долгого промыслового рейса и сразу понял, что у соседа случилась беда. Я постучал в дверь ему, посмотрел по окнам, ничего не горит. Человек-домосед, человек не пьющий, инвалид в возрасте. Он с 60-го года рождения. Ну, и на всякий случай заглянул в почтовый ящик, потому что этот человек исправно платил портплату, он доставал все креточки, оплачивал. То есть, у него никогда не было задолженности. По креточкам я посмотрел, что его действительно уже давно нет, так как полный ящик у креточков. Оказалось, мужчина из 115-й умер, и его труп три месяца пролежал на кровати. Спасатели, которые взломали дверь, рассказали, что тело успело мумифицироваться. В тот же день его увезли. Кто-то сердобольный из МЧС, скорой или полиции открыл все форточки в квартире, прежде чем ее опечатали. Но запах продолжает просачиваться в подъезд. Не знаю, насколько помогает нашел в интернете такое средство, что уголь впитывает запахи. Поэтому по всему помещению я разложил уголь в пакетах. Юрист подтвердил, что сейчас права жителей дома на санитарное благополучие очевидно нарушены. И собственник помещения обязан привести его в надлежащее состояние. Однако, когда это произойдет, неизвестно. Квартира оказалась муниципальной. Значит, очисткой, дезинфекцией комнат должен заняться город, как только следственный комитет подтвердит, что смерть не имела криминальный характер, а на проверку отводится 30 дней. Чем активнее будут проявляться соседи, тем, наверное, быстрее разрешится вопрос. Нет правовой нормы, которая бы четко говорила, что, допустим, в данном случае необходимо провести санитарную обработку в течение 15 дней, в течение 30 дней. Вот сроков этих нет. Может быть, трагедию удалось бы предотвратить, если бы хоть кто-нибудь сообщил об одиноком северянине в социальную службу. Но даже после смерти почтальоны, которые продолжали приносить ему пенсию, просто уходили, не достучавшись. Здесь я хочу отметить, что в первую очередь выявление обеспечивает непосредственно ближайшее окружение. Я сейчас не говорю, что это родственники, это именно те люди, которые живут по соседству, в одном доме, в одном подъезде, на одной лестничной площадке. Это медицинские организации, общественные организации, другие организации города Мурманска, та же почта. То есть к нам обратиться может любой человек. Если нет необходимости в помощи по дому, соцработники могут просто навещать человека или звонить ему раз в месяц, чтобы удостовериться, что все в порядке. В Японии, где много долгожителей, придумали для таких ситуаций датчик смерти. Он отслеживает движение и потребление энергии. Если активности долго нет, звонит на телефон хозяину. Если и тут тишина, то звонок перенаправляется в службу быстрого реагирования. Пока в России такой системы нет, так что Александру остается только изобретать новые способы борьбы с запахом и ждать решения городской администрации.